Это Freedom. Следим за развитием событий и держим вас в курсе происходящего. Власти России избегают внедрения наказания за недавние еврейские погромы в Махачкале. О том сообщают представители Института изучения войны, по данным экспертов, основное опасение — рост недовольства решениями Кремля. Об этом и не только. Говорим с директором Института исследований гражданского общества, политологом и политтехнологом Виталием Куликом, который присоединяется к нашему эфиру. Виталий, рад приветствовать. Приветствую вас. Виталий, скажите, пожалуйста, недавние события в Махачкале и в Нальчике, их можно считать условно-локальными? Или все-таки это некая тенденция, которая может наблюдаться не только там? Ну, это тенденция. Во-первых, есть попытки создать некого индекса межнационального и межэтнического напряжения. И вот эти индексы, они для России сейчас ухудшаются. И речь идет о том, что они находятся в каком-то ситуации предвзрыва. Потому что накапливается агрессия. Агрессия не находит выхода вовне. Агрессия – это агрессия в корнях общества, в основании. Агрессия против соседа, агрессия отсутствия будущего, агрессия от невозможности как-то сопротивляться давлению Левиафана государства. Агрессия в отношении не может что-то планировать, у тебя ничего не зависит, ты находишься под постоянным прессом, и ты манипулируемый, ты это чувствуешь. И вот эта агрессия, она не находит выхода. Попытка направить вовне, в отношении украинцев, в отношении войны с Западом. Все эти официальные пропаганды, они не срабатывают, и агрессия только небольшим процентом выходит вовне, то есть канализируется. А остальная агрессия, она накапливается, и вот лучшим выходом, чем межэтнические столкновения и противостояния, найти выхода для этой агрессии просто нет. Все фобии вылазят на поверхность, и, соответственно, начинаются погромы, погромы и бунты. То есть находится виновный, который находится демонизирован, он близко к нему можно дотянуться и дать по морде, так как говорят. Почему не происходит демонизация тех, кто, по сути, стоит у истоков этих проблем, тех, кто не решает проблемы на локальном уровне? Здесь можно много дискутировать, говорить о том, что, в том числе, почему, например, не наказываются погромщики в Макачкале. Все очень просто, потому что все это время, физические десятилетия, на межнациональных противоречиях сидели ФСБшники, которые умело манипулировали разными настроениями, создавали. То там напряженность потом изгасили. В ручном режиме пытались манипулировать межнациональными проблемами и противоречиями в регионе. И, соответственно, в качестве симулякра использовали, в том числе, сейчас воспользовались ситуации на Ближнем Востоке и направили в это настроение исламизирующей, маргинализирующей молодежи в отношение. Вот есть образ демонизированного такого еврея, который виновен во всех смертных михах, что он уничтожает одиноверцев на Ближнем Востоке. А потом был всплеск, потому что в этой агрессии надо, чтобы она была под контролем постоянно, то есть необходимы какие-то всплески, это агрессия, выпуск пара. И вот такой пар произошел в Махачкале. Почему не наказывают? Ну, во-первых, можно выйти на самого себя, это первое. А второе то, что актив погромщиков – это даргинцы и аварцы, привагерированная часть этнических групп, которые находятся в Дагестане. Дагестане – это члены влиятельных кланов, которые сейчас у руля в республике. То есть для нас это, казалось бы, такая золотая молодежь, а для Дагестана – это тоже маргинализированные группы, но не часть кланов, которые являются сейчас при власти, а не системообразующие. Поэтому нельзя просто взять и выбить поддержку режима в виде этих кланов. То есть нельзя наказывать людей, которые являются членами этих кланов. Можно провести показательную порку, отправить на фронт, пожурить, старейшины вызовут на ковер. Но массово наказать погромщиков – это подорвать позиции всей системы имперской в Дагестане. Поэтому никого наказывать не будут, все очень мягко сойдет на нет. И вообще сейчас в России всячески пытаются уйти от определения межэтнические столкновения, говоря, что это бытовой конфликт, что там нет никакой межэтнической, что это все спецслужбы Украины инициировали разгон, что это все было извне привнесено, а там честь не тишь да гладь. А в то же время в том же Дагестане мы наблюдали на протяжении, начиная с десятых годов, постоянные этнические столкновения между кумыками, например, и драгинцами, между нагайцами и драгинцами. Это война за землю, это война за территории, за выпас. Есть народы, которые были дважды депортированы из этой республики. Есть вопросы неуглируемых земельных отношений, которые накапливаются. Есть вопрос воссоздания Кумырского района, в котором отобрали земли. Есть вопрос так называемого выгонного выпаса скота, когда горцы спускаются в долину к нагаям, нагаятся, устаивают блокпосты, перекрывают улицы, вырывают каналы, чтобы только не дать возможность спуститься этим людям с гор для выпаса. То есть такие вещи, они каждый год возникают. Это стенка на стенку, это драки. А в статистике российском МВД информация только о бытовых столкновениях, каких-то бытовых разборках. В действительности котел нагревается, и прогрев он достаточно основателенный. Он есть не только в Носерном Кавказе, но он есть и в регионе Идель-Урала, он есть в других регионах. Мы помним, что в 2006 году, например, самый резонансный погром межэтнический, который был в России, о нем много все писали, это был Кандапоги, это Карелия. И погром был в отношении к кавказцам, теченцев и дагестанцев, которые в бандитской разборке убили двух русских, и потом понимало участие в этих столкновениях тысячи человек. И погромы прошли по всей России, в том числе и в Москве. Это дало импульс так называемому ультраправому движению российским скейхедам, которые убивали таджиков и других трудовых мигрантов в Москве и в Питере. Поэтому триггеры, они накапливаются в российского кооста. ФСБшники сейчас пытаются не допустить появления Кантапоги. Для них Махачкала была очень неприятным событием. Тем более в отношении попытки Москвы представить себя как возможного медиатора между арабским миром и Израилем, и получив реально дикий погром, контролируемый в Махачкале. Хотя я более чем уверен, что разогрев ситуации был осуществлен ФСБшниками в своих интересах, чтобы манипулировать, разделять и манипулировать межэтническими настроениями на северном круге. Правильно ли я уловил? То есть, по сути, сегодня кремы и спецслужбы российские действуют по принципу «разделяй властвую». То есть, вноси распри, подливай масло в огонь и таким образом контролируй ситуацию в нужный момент. Да, да. Потому что мы видим, как разгонялась ситуация, как она потом купировалась, каким образом входили так называемые лидеры общественного мнения, какие тиктоки, какие телеграм-каналы запускались в день или после, на второй день, например. Как была попытка искривить информацию, вытащить какие-то элементы и разогнать. То есть, это подготовленные мероприятия, которые указывают прямо на работу специальных служб, работающих с информацией и пропагандистских целей. Это ипсошники. Это или ФСБ, или грушники, которые занимаются специфическими вещами. Там четкие ушки прослеживаются везде. Поэтому, да, они создают проблему, поднимают до какой-то точки кипения, а потом пытаются не дать этому кипению произойти и купируют, перенаправляют, пытаются распределить эту температуру, чтобы не дать взорваться самому котлу. Пока в ручном режиме им это удавалось за счет противоречий в исламистской среде, например, в том же Багестане, в свое время были сильные салафиты, а основная часть дагестанцев, жителей Дагестана, это представители суфиев. Конфликт между суфийскими обществами, тарикатами, конфликт между салафитами и суфиями. В Чечне они создают параллельное духовенство, им это удалось создать по факту. В Ингушетии мы тоже самое видим, попытка создать параллельные структуры, которые должны заниматься канализацией вот этого недовольства в некие противоречия, которые не выходят в политическую плоскость. То есть, что важно для ФСБшников, чтобы межэтническое противостояние не приходило в плоскость формулирования политической позиции. Как только есть политические требования, все ЧП. Не давать выходить в политическую плоскость, не давать формулировать политическую позицию, а чтобы это продолжало кипеть, и температура, чтобы там была контролирована. Вот задача ФСБшникова многих национальных республик. Это касается и Хакасии, например, и Тувы, и в Сахе, и в Идаль-Урале, в Башкорькестане, в Татарстане. И это даже в центральной России происходит, где есть места компактного поселения, например, армян, или компактное поселение Калкасов, которое тоже селится с землячествами, и где возникает противоречие между славянским так называемым населением, русским населением. И это все есть, это все проявляется, и везде мы чувствуем и видим проявление вот этой попытки разыграть эту национальную карту так, чтобы потом можно было с ней сманипулировать в будущем. ФСБ этим занимается все время своего существования, по-моему, еще с КГБшных времен, советских времен, эпохи развала Советского Союза, когда они закладывали мины замедленного действия под этнические конфликты на Кавказе, в Молдове, пытаясь в Украине, в Санной Азии. То есть можно проследить сунгаистский погром, например, и увидеть, что много белых пятен, которые иначе, чем вмешательство специальной службы, назвать не будут. А как происходит вот это разделение на свой и чужой в Российской Федерации? И как при этом российским властям удается создавать картинку, согласно которой все равны и все нужны? Картинка телевизионная, исключительно, плюс социальная сеть. То есть сначала идет телевизионная картинка, рамка задается, после этого идет вброс через социальные сети, максимально разгоняется. Ботафермы огромного количества, это миллионы ботов, которые тут же подхватывают и максимально разносятся. Тут же создаются телеграм-каналы, которые тематически подхватывают тему, они существуют буквально несколько месяцев или несколько недель для оккупирования какой-то проблемы. Чтобы перенаправить внимание. Разделить и перенаправить, как кротовые норы вводят внимание, фокус внимания людей. А как удается сдерживать? Ну, на мой взгляд, главная выгодная позиция в этом направлении, то, что многие национальные движения и регионалистские движения, что очень важно. Многие регионалистские движения, и те, кто раньше выступал за реальный федерализм, они сейчас или находятся в эмиграции, или они уничтожены. То есть, по факту арестованы, объединены, потому что это инагенты, и каким-то образом убраны вообще даже из маргинальной политики. То есть, они зачищены. Все люди, которые могут выдвинуть некую политическую повестку в отношении защиты своих интересов, которые способны показать, что это они в Москве, федеральный центр, который является колониальным по факту. А это мы, которые местные, которые эксплуатируют, которые рассматривают как внутренние колонии. Даже если мы там населены, условно говоря, 90% русскоязычными. Но позиция условной Ульяновской области или там условного Санкт-Петербурга и Ленинградской области в самой России, они неравноценные субъекты федерации. Это внутренние колонии, которых эксплуатирует федеральный центр. По какому принципу происходит разделение между своими и чужими в Российской Федерации? Вот где заканчивается свой, уже начинается чужой? Тоже нельзя сказать, что есть некая одна линия разделения. Это такой слоеный пирог. На местном уровне, на уровне национального пункта, это мы, которые жили и живем в этом облахе, в этом национальном пункте, а есть приезжие. Приезжие зачастую – это мигранты. Там четко происходят мы и они. Если это большой национальный пункт, то это районы компактного проживания. В России до сих пор, в отличие от Украины, у нас это было, возможно, до 2014 года, когда люди не выезжали за рамки своего района в городе. То есть могли прожить 10-15 лет, не выезжая в Центрский, на троище условно. Сейчас у нас очень большая мобильность населения. А в России вот это компактное проживание, работа и отсутствие мотивации выехать, что-то посмотреть, внутренний туризм, какой-то интерес, к изменениям, к переездам. У них это остается до сих пор. Поэтому мы и они, оно четко прослеживается. Мы – это те, кто живут тутешнее, по-белорусски, да? А это все приезжие, которые не мы. Вот они являются конкурентами, они являются оппонентами. Поэтому все эти межэтнические конфликты в центре России, например, или на севере – это мы местные, которые жили хотя бы в двух поколениях на этой территории, и они – это те, которые приехали. Это раз. Это первый уровень. Второй уровень – это межэтнические религиозные. Мы – это как бы русскоязычные, или мы – это, условно говоря, адыгейцы, те же черкесы, ингуши и русские, да? Или там ингуши и жители Дагестана или чеченцы. Вот тоже есть вопросы. Там уже получается вопрос земли, права, традиций и тому подобных вещей, религиозные составляющие и так далее. И третий уровень – это мы, Российская империя, как часть большой страны, которая не имеет этничности в глазах, части этого населения. И там есть разрыв. С одной стороны, Российская империя имеет четкий, сам имперский нарратив имеет четкий этно-национальную составляющую русский. Русский мир, русская культура, православие, лакобесия и тому подобные вещи, часть рашизма, да? А с другой стороны, и это должно как бы оппонировать к национальному «этошмы», это разделение «мы и чужие», да? А этого не происходит. То есть нет причинно-следственной связи. И для части хакасов, например, дома они с казаками воюют, которые пытаются захватывать их земли, они чувствуют угнетение, чувствуют, что они на своей земле являются не хозяевами, они выходят на протесты, а потом, попадая в армию Российской Федерации, в Украине, как оккупант, они даже на допросах рассказывают о Великой Российской империи. Вот это отсутствие взаимосвязи, оно проявление вот этого достаточно сильного эгрегора, извините уж за такое слово, а не научное, но вот этого эгрегора, который формирует некие устойчивые, образы, и когда нет ответа, люди к ним просто обращаются. Вот некая сформированная, она существует как вещь для себя и в себе, но когда у человека или боится человек, или не может ответить для себя, что Российская империя это такой же колониальная империя в отношениях Хакасии, и защищая эту империю в Украине, ты фактически становишься предателем своей родины Хакасии. Вот этого не происходит. Этого искреннего ответа многие русские, имеют в виду, граждане Российской Федерации для себя не дают. Но надо отдать должное, что вот после того, как была зачищена вся политическая среда, где были способны выдвинуть политическую повестку, сейчас в эмиграции и на местах, в том числе и в России, все больше и больше появляются людей, которые эту повестку фактически воссоздают. Многие занимаются переоткрыванием тех нарративов, которые были в 90-х годах в подтверждении идеи национальной самостоятельности и идеи государственности своих республик, территорий или национальных движений. И на мой взгляд, это очень хорошо, потому что начиная где-то с 2010-го, 2012-го года мы фиксировали полное отсутствие политической жизни в этих национальных движениях в России. А вот сейчас, сейчас мы видим полный ренессанс этого, причем это не только движение в эмиграции, это небольшие маргинальные групп, но и внутри Российской Федерации мы видим интересную национальную культуру, резко возрос. Это уже вызывает обеспокоенность ФСБшников. Они пытаются закрыть национальные школы, они пытаются разгромить национальные фольклорные кружки, например, запрещают изучение языка, всячески преследуют, скажем, неподконтрольные, неофициозные религиозные проявления. Вот, например, в той же Хакасии, в той же Якутии, в Сахе, в той же Бурятии, мы видим преследование религиозных деятелей за то, что они не вписываются в некую официальную кангу. Запрещается проведение летних молодежных лагерей, где изучают угрофинские языки, там, Эльзи, например. Преследуются люди, причем в надуманных обвинениях, якобы связях с движениями до Урала в Украине и военных подразделений в Украине, которые боют на стороне ЗСУ, и там придумают целые космологические версии, что любое проявление этнических политических движений или даже фольклорных ансамбля это уже не основание для сепаратизма. Если честно, да. Если честно. Потому что любой национальный ренессанс сейчас в Российской империи это плюс для будущего проекта развала России. Для реализации этой карты, которая меня за спиной. Но подчастую это надуманное обвинение и страх. Страх то, что в России все-таки будут распадаться такое ощущение неизбежного. Я думаю, что это ощущение будет усиливаться, гайки будут закручивать, я думаю, что преследование будет только усугубляться, но у каждого преследования есть своя черта, за которые уже нельзя докрутить. Потом резьба ломается и система идет в полный разнос. Вот Россия доходит до точки суперклубкости. Снова таки, это не прогноз. Карта за мной это проект, который требует реализации, который требует действия для его внедрения. Я не прогнозирую, что Россия расстается через месяц, год, два. Нет. Это надо сделать много условий, создать много шагов, сделать для того, чтобы это произошло. В том числе формирование полноценных национально-освободительных движений в регионах, которые готовы бороться самостоятельно. Причем, на мой взгляд, это национальные противоречия в России, они могут оказаться на втором уровне по сравнению с противоречием между регионами, которые нами сейчас рассматриваются как русские. Противоречия между частью регионов и федеральным центром имеют большие проблемные узлы, чем условные противоречия Дагестана или жителей Дагестана с федеральным центром Москва. А какова суть этих противоречий? Первое, это экономические, то есть высасывание всего ресурса федеральный центр. Второе, это создание, точнее, местные выборы показали, что Путин не собирается менять клановые, клановую структуру местных элит. Он просто получил резет и не перезапустил, а просто переконсервировал то, что было до этого. А там накопилось проблемы в отношении разных групп влияния в регионе, неспособность через социальные лифты решить проблемы смены элит, убрать какие-то тромбы в развитии, есть потолок, после которого клан что-то контролирует, и ты ничего не можешь сделать, потому что годами, десятилетиями Путин поддерживает клан, соответственно, ты не можешь развивать свой бизнес, накапливается протестный потенциал, ты понимаешь, что только через ломку общего каркаса ты сможешь развивать свой бизнес, а это речь идет о крупном бизнесе, это миллионы, миллиарды, и это первое. Второе, это вопрос территориального развития, вопрос связан с планированием, стратегированием регионального развития, то есть ты хочешь получать больше денег, больше зарабатывать, твоя кормовая база, если ты, представьте, местные региональные элиты, а Москва тебе не дает, тебе постоянно говорят, как развиваться, куда идти, что делать, и уровень твоей самостоятельности, твоей автономии, он с каждым годом все сужается, ты уже не можешь написать план развития национального пункта без получения болванки из федерального центра, ты не можешь подготовить проект бюджета без вводной методички от Минфина или от какого-то департамента из Москвы, где тебе расписали уже все цифры, то есть ручное управление в регионе, оно достигло каких-то немыслимых размеров, немыслимого влияния, при том, что Россия формально не унитарная государственная, тем более это все-таки империя, в которой есть внутренняя колония, в которой в федеральном центре относятся к внутренним колониям, нет интеграции, люди не забирают в Москву, только небольшой процент людей, клановых, которые вмонтированы в эту систему, которых по горизонтали меняют местами, находятся в этом конкурсе Кириенко или других там проектах перемещений, горизонтальные перемещения элиты, это возможно, в основном плане невозможно, нельзя там от мэра попасть в министр, в Украине это возможно, в Центральной Азии это возможно, в Казахстане, в Узбекистане это практикуют везде, Акимы становятся министрами, министры уходят в Акимат, меняются руководители департаментов из области уходят на городское руководство и наоборот, то есть вот это передвижение элиты это часть модели управления на посоветском пространстве, в России это уже не работает, просто не работает, вот потолок социального роста, потолок возможностей, ощущение того, что с тебя выжимают все соки, тебе надо развиваться, что твой бизнес зависит от какого-то смущающего ФСБшника, который может субриковать любое обвинение, сесилия силовиков, которые в ручном режиме могут вводить и кошмарить бизнес, все эти вещи они накапливаются в виде того, что вот мы внутренняя колония и при ослаблении федерального центра первыми отложатся, на мой взгляд, первыми, кто начнет создавать блокпосты и говорить о необходимости большего суверенитета автономии, будут как раз не национальные республики, они будут это с вторым это в российской истории уже было, причем не так давно, напомню, что во время референдума о сохранении Советского Союза 1991 года до нашего референдума в 1932 году 1 декабря на Урале Свердловской области только 49% граждан местных проголосовало за сохранение Советского Союза. Именно на Урале создали первые деньги, так называемые уральские франки. Именно на Урале говорили о большей автономии, если не о самостоятельности уральской республики. При том, что это не национальные окраины России. Они фактически были одни из первых. Не чеченцы прогласили суверенитет, условно уральская республика. Поэтому, на мой взгляд, именно там с регионалистикой российской, в том числе и теми людьми, которые занимаются в Украине исследованиями России, это очень важная тема, которая, к сожалению, у нас была разрушена в 2015 году с ликвидацией профильных ведомств и научных центров при сайте безопасности. Сначала Ющенко указами разрушил эти институты, потом уже Янукович добил практически. А у нас была хорошая школа изучения России. Наши эксперты были частными гостями форумов регионалистов России, были погружены в проблематику, которая была связана с регионами, противоречиями, узловыми конфликтами и так далее. В прочном режиме можно было контролировать и моделировать. Сейчас таких специалистов почти не осталось. Нет того опыта и багажа. Но ведь можно все же перезапустить. Ну да, тем более, что врага в данном случае надо знать. Так нужно знать и знать хорошо. Чисто гипотетически, каково будущее, например, у Чечни и у Кадырова конкретно? Ведь по сути это и есть тот пример клана, который лояльен к центральной власти и который ей нужен для картинки или создания картинки все возможности достижения конкретно представителями этого региона. Чечня это единственная автономная республика в составе Российской Игрии. Уровень государственного суверенитета, квази-государственного суверенитета Чечни на порядок выше, чем всех остальных республик. Это прямая связь с президентами. Это балансировка в отношениях с силовиками. Но имея собственно канал выхода на президенты всегда можно послать любого силовика. Это своя игра и монтированность в войне силовиков с другой стороны. Поэтому на данный момент Чечня это отдельная история от всего Северного Кавказа. Все соседи очень завидуют и ненавидят Кадырова. Кадырова может себе позволить не договариваясь с федеральным центром забирать землю у соседей. Как это было например с Дагестаном, с Ингушетией, с Северной Осетией. И в прямом режиме приехав и переделил. Поэтому на данный момент все антагонизмы, которые были внутри Чечни, между разными кланами, тейпами и Кадыровым сейчас находятся в подчиненном состоянии. Люди зарабатывают на этом основном состоянии. То есть лояльность Кадырова достаточно высокая. Но только ослабевает федеральный центр и Кадыров начинает игру, а он начнет ее однозначно. В попытке создать Эмират Кавказ Кадырова это стопроцентная гарантия, что он это сделает, что он рискнет в такую игру поиграть. В установлении контроля над соседями попытка расширить свою территорию и заявить свою претензию на власть на эту территорию. Или в формате будущего хода союзного договора в Российской империи, или отложившись за ее городскую самостоятельность. Инфраструктура для самостоятельности у Кадырова есть. А он сейчас нужен Кремлю или у Кремля уже выхода нет? Во-первых, он еще нужен, потому что есть такой транзит от той жены старшего покойного и с его Вагнерами в виде и Вагнер как Малюта Скуратов и его Апричнина. Апричнина в виде Кадыровцев и Кадыров. Хотя Кадыровцы в начале войны 1922 года вторжения в Украину и Кадыровцы. Сейчас разные Кадыровцы, разные отношения к ним. Как в Украине, так и в России. Если раньше это было демонизированное что-то очень страшное, то сейчас это очень смешное тиктокное. Но все равно это боеспособная, хорошо вооруженная этническая силовая группировка, которая находится в ручном управлении одного Тейпа. Там нескольких нуб связанных с Кадыровым. И это сила. Это реальная сила, которую можно использовать для решения внутриполитических вопросов. Особенно на Северном Кавказе и вообще на юге Российской империи. Платят за это любые деньги, но туда закачиваются огромные бюджеты. Да, то есть Кадыра получает большую дань, он практически решает свои социальные вопросы, у него все население республики социально датированное или осваивающие социальные трансферты. Уровень доходов и благостроения в республике в разы отличается от Ингушетии например соседней, где просто дыра демократическая. Бывший президент был вынужден ездить в Росстат на статистику, чтобы дорисовать себе пол населения республики для получения датации во время переписи 2021-2021 года. Кадыров даже дорисовывать не надо. У него все замечательно. У него сколько посчитано, он получит раза больше. Поэтому здесь никаких проблем у них нет. Но как только федеральный центр даст слабину и внутри Чечни начнут понимать, что деньги закончились, вот эти социальные трансферты, и что теперь будущее от Кадырова не зависят, есть только амбиции Кадырова, то тогда скорее всего все закончится очень быстро для самого Кадырова. Он ведь не доверяет своему окружению. Мы видим все эти истории о том, что патроны забрать при смотре из оружия, даже собственно охраны боится, меняет. Фобии, страхи, паранойя указывает на непрочность собственной власти в республике. Поэтому внешний фактор не работает, Кадыров не решает внутреннее выживание для тейпов и для своего окружения, он становится не нужен. Поэтому время от того, как он был национальный герой для части тейпов, до того, как его головой играет в футбол в ближайшее окружение, пройдет достаточно мало времени. Но за это время он может попытаться стать миром Кавказа, провозгласить расширение Чечни, создание Северо-Кавказской Федерации, что угодно может произойти. Любая авантюра продлит его существование. на что центральная власть Российской Федерации скорее всего изначально будет закрывать глаза. Ну а вот это лояльное отношение к преступникам, к кадыровцам, оно ведь только продлевает огонь по те распри, которые возникают между, скажем, представителями Кавказа и так называемой титульной нацией. Так получается? Есть социальный договор между там условный договор между Чечнёй к кадыровым и Федеральным Центром. Все, что происходит в Чечне, это все вводчина и ответственность к кадыров. И соответственно Федеральный Цент пытается не вмешиваться в то, что происходит внутри Чечни. Но то, что происходит вне Чечни за участием чеченцев, это головная боль. Но потому что есть первая составляющая ему спускают с рук. Все преступления, убийства, попытки украсть людей в других регионах России за границей, коррупционные скандалы, этнические разборки, какие-то бизнеса, которые крышуются чеченцами, все неприкасаемо. То есть вот этот социальный договор, он действует, он существует. Федеральный Цент пытается не купировать все истории о том, что чеченцам все сходит с рук. Пропагандисты это все как-то пытаются обыграть. Если человек вне тейпа, то, конечно, он оказывается в каком отпущении, и чеченцев судят. Но на данный момент кадыровские чеченцы находятся в его пирамидке. Они вне, скажем так, они равнее всех других России, и к ним особое отношение. Этого не скажешь ни в отношении жителей Дагестана, ни в отношении души, ни в отношении Чиркеса кого-то другого, даже Асетин, Абхазцы или еще кого-то. Это совершенно другая история. Этого нет ни в отношении коллаборантов на Донбассе или крымских коллаборантов в самой России. Это есть только в Чечне. То есть система формирующая места Чечни и Кадырова в удержании власти России на Северном Кавказе и на юге Российской империи является сейчас краем голем. Если Кадырова убрать, то есть вероятность, что система баланса сдерживаний угроз, которая несет в себе грозный лице Кадырова в регионе, он как раз может быть расшатан, убран. Тогда ситуация будет ускоряться в направлении новых конфликтов, взрывов, погромов и так далее. А если говорить о Кадырове, как только Кремль ослабляется, власть Кадырова под большим вопросом. Или он идет в какую-то авантюру, или его быстро убирают. Получается, что негодование среднестатистического москвича Ивана Николаевича, который недоволен тем, что группа кадыровцев, проезжая на Гелендвагенах, начинает из калашей полить это личные проблемы Ивана Николаевича. абсолютно. Единственный способ Ивана Николаевича это набить морду таджику. А, даже не соответственно Чечену, то есть не кадыровцу, а конкретно таджику, просто который убирает. Урабатывает, которого дома еще худший ад, чем ад российский. И то мы сейчас видим попытки уехать до мигрантов из Центральной Азии, сбежать из России, потому что их массу начинает забирать на фронт. Даже не имея паспорта, просто пакуют, отправляют на передовую. И они там за свой счет пытаются убежать, их не выпускают. тоже. Но вот перенаправление погрома и от чеченцев, которые могут дать в ответ, более того, гарантированно, что приедут с оружием, и им, чеченцам, за это ничего не будет. И погром в отношении безоружных и бесправных таджиков, условно, вот как раз перенаправление, оно уже произошло, и оно постоянно происходит. Да, тогда чему мы удивляемся? Наверняка, к сожалению, но погромы в Махачкале это не единственные погромы, которые могут происходить в ближайшее время. Поэтому единственное, что мы можем пожелать нашим российским соседям, бунтов и погромов больше и красиво. Виталий, спасибо большое. Спасибо за профессиональную оценку происходящего. Спасибо за комментарии. Виталий Кулик специально для РИД. Спасибо.